Регионы продолжают исполнять майские указы президента страны. Они касаются в том числе уровня заработной платы бюджетников. Как республика достигает индикативных показателей, обсуждали сегодня в Доме правительства. Предварительные итоги реализации поручения Владимира Путина подвели на расширенном заседании коллегии сразу трех министерств. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Майские указы Владимир Путин подписал пять лет назад, по сути, задав планку региональным властям. Как исполняются поручения президента, недавно обсуждали члены Госсовета страны, а сегодня о проделанной работе отчитались руководители социального блока правительства Чувашия. Совместная коллегия объединила вместе представителей медицины, образования и спорта. В майских указах прописано немало задач. Одна из них – повышение заработной платы. Представители социальной сферы за последние годы стали получать больше, и это очевидный факт, отметил глава региона. Мы ежегодно увеличивали динамики заработной платы работников бюджетной сферы от среднего размера, средней по экономике, от трудовой деятельности. По прошлому году средняя зарплата по сравнению с 2015 годом выросла номинальным выражением на 3,6%, по сравнению с 2011 годом в 1,9 раза. У кого-то больше, у кого-то меньше. По врачам у нас по январь-март месяц получился 32,933, средние медработники 19,318, младший медперсонал 14,395. Мы все показатели по дорожной карте целевые выполняем. Руководители ведомств отмечают, за последние пять лет было решено немало проблем. В сфере медицины удалось выстроить эффективную систему оказания помощи, продолжается реализация программы реконструкции ФАПов, открываются новые поликлиники. Главный итог этой работы – снижение уровня смертности в республике. Смертность снизилась от всех основных причин. Достигнуты практически все основные целевые значения показателей смертности, которые значительно ниже средней по России и по ФОО. Пощутимый результат дало значительное снижение числа ДТП с человеческими жертвами на 35%. По данным Минспорта в регионе увеличивается и количество поклонников активного образа жизни. Спортивные секции у молодых людей пользуются спросом. Если в 2012 году жители Чувашии, постоянно занимающиеся физической культурой и спортом, составляли 30,7%, то по итогам 2016 года их число составляет 40,7%. И это один из лучших показателей в стране. Министр образования республики отметил и другой существенный итог реализации указов. В регионе сократились очереди в детские сады. Задача на ближайшую перспективу – обеспечение детей старше полутора лет местами в детских садах. Конечно, это непросто сделать. В очереди почти 30 тысяч детей, и практически половина из них – это дети от полутора до трех лет. В регионе делают акценты на развитие системы подготовки одаренных детей. Выстроена система интеллектуальных творческих конкурсов. Наиболее популярным мероприятием является Всероссийская олимпиада школьников. Ежегодно в ней принимает участие более 70% школьников. Строительство школ и детских садов продолжится для республики – это приоритетная задача. На реализацию майских указов из бюджета было выделено порядка 30 миллиардов. Михаил Игнатьев отметил, что поручение президента страны необходимо выполнять без боев. Проверки контрольно-счетной палаты показали – правительство с этой работой справляется. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.